Всем белка, с вами Катя Бельчик и я рада приветствовать вас на новом видео. Друзья, сегодня одна из ваших любимейших рубрик, как я поняла по прошлым комментариям, много или мало. В этом шоу мы с вами узнаем, какие из доставок выгодно заказывать. Мы заказываем на определенную сумму, это всегда 2000 рублей, и оцениваем, много или мало еды нам привезли. После прошлого, просто бомбящего, полыхающего выпуска про Экиторию, кстати, если вы его не смотрите, то вот. Вы мне что написали? Катя, заказывай сушивок. Там куча акций, фигакций, очень дешево, там 5 килограмм роллов за 1000 рублей, ну, грубо говоря. Давай-ка, проверь, вкусные ли они и что очень выгодно, я, естественно, не могла вам отказать. И сегодня у нас с вами доставка сушивок. Кстати, напишите, есть ли сушивок в вашем городе. Я так понимаю, что это большая сеть по России, но мы, собственно, сегодня находимся в Москве и заказываем здесь. И не забывайте, что в нашей рубрике каждый выпуск мы разыгрываем 2000 рублей одному из вас, чтобы заказать себе доставочку. Ну, или дошика купить надо вперед, как вам угодно. И в прошлом выпуске у нас победил вот этот комментарий. Я вас поздравляю, свяжитесь срочно со мной. В конце этого выпуска, а может быть в середине, мы снова будем разыгрывать денежку. Так что не переключайтесь. Мы заказали 3 сета роллов. Получилось у нас на 1949 рублей. Почти 2000 добили. Действительно заявляется очень много роллов. 2072 грамма. Офигеть, 2 килограмма роллов за 2000 рублей. Ну, после Экитория это кажется очень мощным. Но главное нам сегодня проверить, вкусные ли они. Мы заказали, сидим и ждем. У нас с вами сегодня 3 сета, как я уже говорила. Первый это просто название великолепная магия любви. Второй это Сахара. И третий это сет номер 5. Самое скучное название, но это же не играет роли. Курьер нам доставил все меньше, чем за час. Сейчас пакетики очень увесистые, хочу сказать вам. У него в термобоксе пространство было разделено на 2 части. То есть в одной у нас лежали горячие роллы, во второй у нас лежали холодные. Давайте открывать и смотреть. Мы сегодня будем все взвешивать, проверять. А давай взвесим прямо так. А давай. А кто нам запретит? А кто нам запретит? Мы сами себе хозева. Нет такого слова хозева. Ну тут правда соусы. А не Валя, мне просто интересно. Мне почему-то кажется, что там чуть меньше. Ну давай. Сколько? 863. А здесь? 660. Ну ладно. Дофига. Пока дофига. Ну да, значит, мы отдельно вышли. Друзья, нам положили вот столько соуса. Боже мой, даже сложно сочетать 6 штук. А палочек всего одну штуку. А они что, предполагают, что я все это в одиночку должна съесть? Как бы это не Экитория, если что. Боже мой, шутки про Экиторию, они бесконечно теперь будут. Палочки, кстати, классные. Их не надо разламывать. Они такие вот мягенькие. Мне нравятся. Поэтому одни положили дорогие палки. Знаете, это... Второй вилка поест. Ты понимаешь, вилка? Да ты руками стоишь. Твоими руками. Да. Вы, кстати, как едите суши? Вилкой или палочками? Мама моя вилка ест. Недавно. Роллов много. Я предлагаю нам сейчас все это дело взвесить. Магия любви. 773 грамма. Где ж ты, моя любовь? А вот ж ты, моя любовь. Взвешу я тебя, и будет хорошо. Готов? Сколько? 772,2. Боже мой. 0,8 недовеса. Мне кажется, нужно отнюдь было. Ну, я тоже так думаю. Кстати говоря, вот этот сет стоил 777 рублей. Ну, чего они не сделали 777 грамм? Ну, как бы круто было, да? Сет номер 5 заявлено 611 грамм за 427 рублей. 632. Даже больше положили. Но здесь еще имбирь плюс. Нормально. Нормально. Подожди, так там тоже был имбирь в сете любви. Ну, да. Вон горячий или нет? Я сейчас реально позвоню. Ну, приезжайте, забирайте все. Хватит это терпеть. Ладно, шутки в сторону. Сет Сахара. 688 грамм. Взвешиваем по отдельности. У нас здесь две коробочки. Одну на одну стоишь. Ну, я же... Как я одну на одну поставлю? Сколько здесь? 418. 154. Сложи. Ты же умный. 572. Не до вес? Не то, что не до вес. Это больше, чем 100 грамм не до вес. Как вам такая ситуация? Ну, имбирь не положили. Имбирь не положили и все. Ну, что, имбирь 100 грамм весит? Даааа, ребята. На самом деле, после Якитории, мне кажется, хуже вообще не может быть ролла. Вот честно. Все-таки, когда ты ешь дорогой ролл, ты чувствуешь, что должно быть очень-очень вкусно. У тебя крайне завышенные ожидания. Когда ты заплатил уже не так много, да, ты такой, типа, ну как немного? Блин, ну 2000 за вот это все. Я предлагаю начать пробовать и не судить заранее. И тут я посмотрела на ролл, который просто полностью развалился с огурцом. Блин, это провал. Мистер Рандом определил, что я буду есть, буду есть вот этот ролл в омлете. Такой у нас тут ролл в омлетике. Здесь, предположительно, крабовые палочки, такой а-ля крабовый, так сказать, микс. Ну, типа, как-то очень мелко он нарезан. И салатик Айсберг. Все это в омлете. Кстати, достаточно свежий, вкусный ролл. Я вообще очень люблю роллы с угрем. И люблю я их по большей части из этого соуса сверху. Здесь вот именно он. Вот этот вот сладенький, вкусненький. Еще кунжутик сверху. Мне понравилось. Омлет суховат. Потому что он прям вот очень-очень-очень-очень тонкий. Очень-очень. Он, знаете, даже больше на бумагу похож. Но в целом неплохо. Нет никакого там кислого риса протухшего, еще чего-то. Очень даже вкусненький. Здесь какой-то вот этот сет. Какой-то он капустный. Опять капуста. Не капуста, а салат Айсберг. Крабовые палочки. И перчик болгарский. Либо помидорчик, что-то такое красненькое. Все развалилось вообще. Кстати, вот честно сказать, очень не люблю, когда добавляют болгарский перец в рога. Если ты такой же, то примем участие в вопросе. Ну, это однозначно дизлайк. Вот этот перец. Причем он здесь еще свежий. Ладно бог, всегда, когда он запеченный. Он хоть немножечко вот подавляется. Вот эта вот яркость его вкуса. Здесь это прям вообще какая-то фигня. А что, у нас в сетах только крабовые палочки. Да, я понимаю, рыбы нету. У нас крабовые палочки, огурцы и омлет. Идеально. И капуста. Во, вообще супер просто. Ролл-крабик. Что у нас здесь? Правильно, крабовые палочки. А что вы, рыбки хотели? Хо-хо. Ну, это, кстати, даже дешевый сет. Здесь нет ничего лишнего. Шапочка сливочного сыра. Внутри такой салатик из крабовых палочек. Рис. Ничего сверхординарного. Ну, неплохо. То есть, самые дешманские продукты, но на тонкие стоимости. Ну, 427 рублей. Раз, два, три, четыре ролла, да, получается. Ну, как четыре? Вот считать ролла с огурцом за полноценный ролл. Шесть штучек небольших маки. Считать? Я думаю, нет. Нет, дизлайк. Я бы не советовала брать сет номер пять. Печалька. Мне не очень понравилось то, что я поел. Теперь перейдем непосредственно к магии любви. Почему мы не едим горячие сразу? Да потому что так жарко. Пусть остынут, ребята. Ничего страшного. Мы здесь имеем... Ну, классика пошла, классика пошла. У нас идет, я так понимаю, Филадельфия, которая вся развал... Почему они все разваливаются? Меня обвинить в этом опять? Первый ролл у нас вообще развалился. Вот я вам достала другой ролл более или менее. Здесь у нас огурец, Филадельфия и великолепный шмат красной рыбы. Не объестся бы. Честно говоря, у них все роллы вообще похожи. Вроде начинка типа разная, а по вкусу одно и то же все. Рыбы практически не чувствуется, потому что она... Ну, она очень тоненькая, очень скромненькая. Она, естественно, не покрывает весь ролл. Здесь у нас опять крабовые палки и какая-то шапочка. Сейчас оценим. Ребята, я правда пытаюсь найти для вас составы, но их просто нету. Вот написано ролл Пинки, но его нету в отдельной продаже. Это не самый вкусный ролл. Я, честно сказать, не очень могу разобрать, что здесь в этой шапке. Мне она не понравилась. Внутри это, в принципе, стандартный вкус. Опять крабовые палочки, ничего такого. Огурец, как всегда. Во вкусе, вот в этой шапочке, горчица, кунжутик. Даже вот, не знаю, выглядит это, кстати, не очень аппетитно. Выглядит, как будто за тебя уже переживали это все. Прям экономия, да? Да, экономия. Что это вообще? Что это за субпродукты здесь в этой шапке перемолотые? Я не знаю. Назовем выпуск. Давай килограмма роллов с храбовыми палочками. Это стандартная Калифорния, как я понимаю. Но здесь, знаете, что здесь? Намек на авокадо. Да вы что ли с ума сошли? Ну, авокадо не совсем жесткий. Но еще, конечно, бы ему полежать чуть-чуть, чтобы он дозрел. Снова стандартный вкус. Крабовые палки, огурец. А что-нибудь поинтереснее-то не имеется. И получается в этом сете у нас еще ролл-крабик. Опять крабовые палочки, сливочный сыр. Все по кругу. Брать этот сет ради вот этой Филадельфии, ну, такой себе. Стоило 777 рублей. Это отвратительно. Ладно, даем шанс горячему сету. Ну, удивительно. Слушай, здесь опять выглядит, как мешанина какая-то. Я вообще вот это есть боюсь. Тут еще какой-то крест на нем. Просто, знаете, такой запрет. Все, не ешь меня, пожалуйста. Вот не знаю, когда я думаю о ролле, я вряд ли подумаю о вкусе чеснока с луком. Боже мой, я должна найти, что здесь? Здесь не крабовые палочки. Я не знаю, что это за состав. Вот такой ролл точно должен быть. Сейчас я посмотрю. Че? Угарь, лосось, сливочный сыр, икра, омлет, лук зеленый, спайси соус. Омлет здесь есть. А угарь и лосось-то где? Вот в этой мешанине сверху? М-м-м. М-м-м. Понятно. Спасибо, слушай, Вок. Кстати, отдельно этот ролл стоит 350 рублей. Не заказывайте. Ладно, едем дальше. Вот это что такое? Сикоку. Крем-краб. Сливочный сыр. Омлет. В общем, крем-краб это как смысл жизни. Все. Вот этот ролл отдельно стоит 357 рублей. Но, кстати, порция достаточно нормальная. Пробуем. Здесь так дешевую сырку потерли сверху, чтобы он вкуснее было. Нормально. Не, вот этот прям приятненький. Правда, честно сказать, заказываю роллы, я все-таки рыбы хочу, наверное, а не кровопалочек, да? Кровопалочки я и так куплю в магазине, поем. Вот средненький. Даже близок ко вкусному, потому что относительно всего того, что я сегодня попробовала, это еще ничего. Едем дальше. Слушай, а вот что-то вот кто-то вот подъел вообще капитально. Кухьерки, зачем ты это сделал? Крем-краб. Омлет. Сырный соус. Ну, опять омлет и крабовые палки. Все, ничего интересного. Уж есть. Спасибо. Ммм. Вот этот, кстати, вкуснее даже чем тот. Здесь у Наги соус. Еще шапочки запеченные прям привкус такой вот уголька, да? Небольшой. И к упеченности. Поварить мой на сегодня. Ну, запеченный след еще ничего. Если бы убрать вот этот ролл-огонь, который бы я наоборот назвала вода. Ну, давай попробуем подарочные. Ну, это Марокко, да? Угу. Я даже не буду читать состав, я вам расскажу его так. Крем-краб. Огурец. Омлет. Все по стандарту. Я думаю, это очень похоже на Калифорнию. По вкусу вообще какая-то килька. Сейчас посмотрю, что. Что-то неприятное еще какая-то рыба. Лосось терияки. Да. Не мышки ворочать. Там нет ничего этого. Угу. Лосось терияки. Знаете, на что похоже на лосось? Вот банку консервов откройте. Сардины, скумбрия, какая-нибудь такая фигня. Очень этого мало, причем добавлено. Ну, хорошо, что мало, потому что это невкусно. Давайте скажу так. Здесь все сделано, чтобы меньше дать и больше взять. За две тысячи вы однозначно наедитесь. Вы накормите, думаю, человек четверых точно. Прям так. Хорошо. Поедите. Троих прям мощно накормите, а четверых, ну, так, знаете, как вы говорите. Из-за стола нужно выходить чуть-чуть голодным. Вот это история. Сказать, что вы сильно удовлетворитесь по вкусу, вряд ли. В принципе, по сути, можно заказывать один вкус роллы и вообще не париться с этим разнообразием. Это какое-то, знаете, такое вымышленное разнообразие, потому что все сливается и вообще нет никакого вкуса интересного. Все одна, однотонно. Но желудок забыть из. Вообще, на две тысячи достаточно еды, много. Вот знаете, это та ситуация, когда, да, еды приехало много, но ее качество очень печальное. Давайте я, как всегда, спрошу вас, что вы считаете, много это или мало. Пишем с вами в комментариях хэштег, много или мало. Пишем свое мнение. Очень здорово, если напишут что-то развернутое. Пробовали ли вы такую доставку в вашем городе? Может быть, у вас это очень вкусно. Такие бывают разные ситуации, как, например, с каком-то там Додо пиццей, да. Где-то вкусно, где-то невкусно. И я опять рандомно выберу одного из вас и подарю вам денежку. Переведу на карту две тысячи рублей. А кому мы узнаем в следующем выпуске много или мало. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. До новых встреч. Всем белкам. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Дальше не придумал.